Зенит лета в Коломенском. Пресс-тур с таким названием в этом крупнейшем художественном, историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике столицы был посвящен новым экскурсионным маршрутам. Рассказывает Эльвира Гордеева. Соединить активный отдых на природе с погружением в отечественную историю. Такую задачу поставили перед собой сотрудники музея-заповедника Коломенское, разрабатывая новые экскурсионные маршруты этого лета для посетителей всех возрастов. По историческим тропам парка журналисты столичных СМИ прошли первыми. Мы впервые решили показывать не государев двор в Коломенском, где находятся наши основные памятники, архитектуры, не дворец царя Алексея Михайловича, а пройти теми местами, которые обычно не охвачены экскурсионным показом, либо там просто гуляют наши одиночные посетители. Участники пресс-тура познакомились с несколькими новыми экскурсионными маршрутами для сборных команд посетителей. Один из них – «Легенды коломенских камней», который ответит на многочисленные вопросы, связанные с тайнами Голосова оврага. «Вперед в прошлое» – это альтернатива туристическому походу для любителей активного образа жизни с посещением усадьбы Пасечника, Вознесенского сада, Конюшиного двора, набережной Москвы-реки, водяной мельницы, Соколиного двора. Те удивительные места с великолепной и очень глубокой историей. Какие-то места, овенные легендами, мифами. И даже москвичи не всегда могут для себя понять, где правда, где легенда, где миф, где вымесел, а где реальная правда, которая граничит с мифом. Во всех экскурсиях смогут принять участие дети, которые проводят каникулы в школьных летних лагерях. А значит, не выезжая за черты мегаполиса, юные москвичи окажутся в абсолютно уникальной природной среде, смогут вдохнуть аромат трав и цветов местных лугов, полюбоваться отблесками куполов древних храмов. Экскурсоводы музея-заповедника готовы будут ответить на самые разнообразные вопросы по теме каждого маршрута. Экскурсовод не просто экскурсовод, он соучастник. И его основная миссия – это не заблудиться или не дать заблудиться нашим посетителям, и сделать эту прогулку действительно образовательной, интересной, насыщенной знаниями об этом удивительном на самом деле месте. Журналистам в ходе пресс-тура рассказали и о насыщенной культурной жизни музея-заповедника. Она также разнообразна, как и его ландшафты. Это яркая палитра выставок, концертов и фестивалей под открытым небом, массовых праздников и гуляний. Кроме того, представители печатных и электронных СМИ в этот день смогли прокатиться по парковым дорожкам на электромобиле, а в завершении экскурсионного маршрута совершили водную прогулку и осмотрели летнее Коломенское в новом ракурсе – с борта теплохода.